Здравствуйте! В эфире передача по факту. С нами сегодня генерал-майор пограничных войск, первый военком Третьей Республики, первый командующий погранвойск СНБ РА под 2003 год, почётный пограничник СНБ Ливон Владимирович Степанян. Здравствуйте, Ливон Владимирович! Спасибо, здравствуйте! Очень рады вновь видеть вас в нашем эфире. Я тоже разделяю ваше мнение. Ливон Владимирович, ну, наверное, мы с вами начнём с конфликта номер один в сегодняшнем мире. Арабо-израильский конфликт или война, как хотите, ваше видение. Хороший вопрос, актуальный вопрос. Наверное, он интересен не только нам, а и зрителям. Конечно. Вы знаете, если сейчас начинать говорить, что там происходит и так далее, мы можем после записи нашей передачи, там могут быть большие изменения. А поэтому я предложил бы несколько начать с исторического экскурса, почему это всё происходит, если вы не возражаете. Конечно. Вот, смотрите, наверное, слышали Жириновского, да? Провидец оказался Жириновский. Да, он сейчас же как бы востребован со своими прогнозами, да, в России, на постсоветском пространстве, и многое то, что он говорил, сбывается. И посмотрите, у него есть ролик, где он как раз говорит о том, что еврейское государство не случайно было создано, и ради этого сами евреи принесли в жертву 6 миллионов евреев. Помните такое разговор? Вот, я прекрасно это помню, я взял под сомнение, но потом, когда анализируешь и изучаешь, значит, мнение различных экспортов, аналитических центров и так далее, я имею в виду не армянских, потому что в Армении таких аналитических центров, к сожалению, нету, и приходишь, конечно, к определенному выводу и мнению. Каганович, помните, говорил, как, значит, еврей на площади еврея установил памяти к еврею, то есть на площади Свердлова в Москве еврей, автор скульптуры, установил памяти Карлу Марксу. К сожалению, отношение к еврейству, значит, есть противоречивое мнение. Этот, в принципе, талантливый народ, 90% говорят, нобелевских премий получили именно представители этого народа. Но когда создавалась идея создания этого государства, она была еще до Великой Отечественной войны. Вот, крылья евреи, насколько вот из истории известно, из литературы претендовали на Крым. Но после войны Сталину удалось убедить, что надо, значит, создать там, откуда они исходили, в Палестине. Хотя в Европе было мнение, значит, в Америке, в частности, евреям предоставить территорию на территории в Африке. Вот, плодородные земли какие-то на африканском контине. Но получилось так, как получилось. В 1947 году решением Организационных Объединенных Наций, значит, резолюции, было принято решение создать два государства. Еврейское и Палестинское государства. Именно на территории палестинцев, Палестины, на этой древней земле. Вот. Еврейское государство образовалось, Палестинское не образовалось. В итоге на сегодня Палестина имеет там автономию и сектор газа, после евреи и арабских войн и так далее, и так далее. И евреи начали, значит, преследовать дальние цели, к расширению границы. Ну, говорят о том, что это связано с тем, что, значит, тесность увеличилась, им там тесновато жить, поэтому они, значит, хотят расширить свои границы. Моё глубокое убеждение, то, что сейчас происходит, это спектакль. Это спланированная операция именно со стороны еврейского государства. Потому что, смотрите, сейчас обвиняют их разведку, что они не определили, не совместно выявили действия, значит, Хамаза. Но дело в том, что если вернуться к Хамазу, к истории, Хамаз был создан именно евреями, еврейским государством. Там агентура еврейская, и Хамаз был создан в противовес, помните, была Организация Освобождения Палестины при Ясире-Арафате. И вот Хамаз – противовес той организации, чтобы выжить Организацию Освобождения Палестины. Хамаз и выполнил эту задачу. В принципе, сказать о том, что на этом клочке шириной 40 километров и долиной 60 километров израильская разведка не владела ситуацией, я очень сомневаюсь. Я очень сомневаюсь. И возвращаюсь к тем словам Жириновского. Понимаете? То есть я вижу какую-то связь. Опять приносят жертву, свой народ, ради того, чтобы добиться каких-то других целей. Понимаете, разведка Израиля – она из мощнейших в мире. И там у кого какая курица, какое яйцо по очереди сисла, они знают. И не могли не знать, у кого там чайник кипит или не кипит, закипел, не закипел. Поэтому я и говорю уверенно, что израильская разведка не могла не знать о том, что Хамаз собирается. То есть решили пожертвовать чем-то, кем-то, чтобы окончательно решить вопрос. Чтобы расширить границы, на первый взгляд. Но вместе с тем и преследуется другая цель. Я думаю, что здесь под прицелом, наверное, не только Израиля, а и некоторых других стран, не хочу называть, Иран. Наша соседняя страна – Иран. И со своей ядерной программой она не устраивает никого там. Понимаете? И приход к власти на Таняху не случайен. Во второй или третий раз он приходит. Его цель – уничтожить иранское государство. Точнее, ядерную программу Ирана. И почему, смотрите, когда действия начались, со стороны Америки звучало мнение, что Иран тут ни при чем. И американская разведка не выходит на связь действий Хазбуллы, вернее Хамаза, с Ираном. Кстати, я должен сказать, что Хамаз – это организация шинитского толка, ислама. А Хазбулла – это уже Иран, это уже шиитского толка организация. Хамаз слабее, чем Хазбулла. И Хазбулла вот только-только вчера, насколько вы слышали, они начинают уже активные действия. И после вот эти бомбежки в самой больнице, они заговорили о том, что приступают к действиям. И на этом фоне приступит весь мусульманский мир. Уже идут события в Европе, идут в мусульманских странах. Сюда против Израиля второй и третий фронт могут открыть. Совершенно верно. И я скажу, что под угрозой существования европейского государства, если не поможет Америка или другие европейские страны. Хотя в этой ситуации некоторые европейские страны сами задумаются о своем внутриполитическом положении из-за протестных ситуаций. А вы, безусловно, заметили, что Турция и Азербайджан, взявшие для себя принцип «два государства, один народ», на этот конфликт смотрят по-разному. Азербайджан поддерживает Израиль, Турция откровенно поддерживает Хамас. Даже вот был митинг, в котором участвовал сын Эрдогана в поддержку Хамас. И что это, по-вашему? Совершенно верно. Азербайджанцы в Норвегии выступали в поддержку Израиля. Да, с первого дня. Мы знаем связь, потому что все эти годы Израиль помогал Азербайджану. И вообще Армения страдала и страдает из-за позиции Израиля в этой ситуации и еврейского лобби в Москве. Вот. Армения сильно страдает, потому что еврейское лобби в Москве решает многие проблемы Азербайджана. Вот. Там они работают в тесном контакте с Бюльбулулулы, который давно уже не поет свои там «долалай-долалай», а решает очень серьезные политические вопросы. Вот. Он нет чиновника, которых он не поздравлял с днем рождения. И как поздравлял? Тоже вопрос. Мы же знаем. Икорная дипломатия. Да, совершенно верно. В духе Азербайджана, как они подкидывали все и вся европейским депутатам. Там разоблачения были. Это не секрет. Все об этом все знают. Вот. Понимаете, опять возвращаюсь к тому, что у нас в Армении нет институтов изучения глобальной стратегии. Понимаете, вот сейчас ведь все говорят о том, что происходит глобальный процесс во всем мире, и какие-то изменения произойдут, раздел мира и так далее. Я согласен. Что-то произойдет. И это происходит не сегодня, не вчера. Это происходит, знаете, примерно, я вам скажу, с начала 2000-х годов. Никто же в Армении задавался вопросом, почему это вдруг создали Шанхайскую организацию. И туда были вовлечены Россия, Китай и среднеазиатские некоторые государства. Да? Вот. И сейчас они расширяются. Это первый вопрос. Почему это было сделано? В Армении ведь не оценили. Не поняли, к чему это все. И где должна быть Армения? Мнения я нигде не встречал. И более того, в 2006 году, насколько память меня не изменяет, был создан БРИКС. Что такое БРИКС? Вы понимаете, посмотрите, Бразилия, Россия, Китай, Индия и, значит, Южноафриканская республика создают, вступают в какую-то организацию без представителя исламского государства. Там нет исламского государства. И вдруг, смотрите, сейчас начинаются события, я связываю с этими событиями, значит, зачем надо было Китаю, значит, добиваться, значит, примирения Саудовской Аравии и Ирана? И посмотрите, это ведь не понравилось ни Америке, ни Израилю. И вот вам последствия. И пока этот союз не углубился, Израиль спешит. Израиль спешит. Саудовская Аравия – это мощная страна в арабском мире, и не только в арабском, а в мусульманском мире. То есть, как этот конфликт аукнется на наш регион, зависит от того, будет ли втянут войну Иран? Я думаю, что, и могу смело сказать, что я не исключаю, что Израиль попадет в тяжелую ситуацию и будет вынужден применить тактическое ядерное оружие по Ирану, по иранским объектам. Я не исключаю, ради спасения своего государства. Да, ситуация очень серьезная для нас, для Армении. Вы правильно заметили, Турция занимает одну позицию, Азербайджан – другую позицию. Все, судьба Армении, не только судьба, а вообще наше будущее, наши отношения, все зависит от того, каким выйдет из этой ситуации Иран – победителем или проигравшей страной. Если проигравшей страной, наши дела портят. Если победителем – это другой вопрос. Прогнозировать сейчас, как произойдут боевые действия, а не произойдут, и сумеет ли, допустим, сейчас в мире будет решать вот в этой ситуации, не Америка, не Америка. Многое зависит от Российской Федерации, от позиции президента России в этой ситуации. В отличие от других, там идет полный подраздел между мусульманами и христианским миром, евреи, Россия защищает позицию Палестины и выступает с предложениями к примирению, прекращению, к созданию палестинского государства. И я думаю, что зависит от позиции России, Китая и Индии, вот этих двух цивилизаций, которые сохраняются в отличие от цивилизаций других регионов, континентов. От этой троки сейчас зависит, а это, посмотрите, численность населения. Поэтому мне видится, что нам надо быть ко всему готовыми, ко всем крайностям даже, ко всем чрезвычайным ситуациям, и, к сожалению, я не владею ситуацией, насколько мы готовимся к самосохранению, к определению своей позиции. Мы в очень неловком положении сейчас, вот сейчас, после выступления премьер-министра Странсбурге, потому что сейчас, понимаете, руководство Армении идет по пути, по которому надо было идти лет 20 назад, понимаете. Но сейчас, когда и Алиев, и Эртуан, и вся ситуация действия Израиля показывает в том, что в мире действуют иные каноны, сила, кулак, угрозы, вот это доминирует. А мы, понимаете, идем с надеждой о том, что там и так далее-то нам помогут, да? Вот вчерашнее выступление Пащиняна, которого вы коснулись в Странсбурге, он, в общем-то, по-моему, явно говорил, что мы меняем внешний вектор. Союзники нам не помогли, более того, там чуть ли не пытались способствовать смене власти. То есть, невзирая на то, что недавно в эфире общественного телевидения тот же Пащинян говорил, что внешний вектор остается неизменным, вчера создавалось другое впечатление. Чем это может обернуться для Армении? Нехорошо он говорит, если честно говорить, нехорошо он делает, неправильно делает. Помните, в советские годы Советский Союз дружил с Египтом, построили много очень стратегических объектов Египту и так далее. И вдруг президент Египта Анвар Саддат повернул в сторону Запада, Америки. И тогда в Советском Союзе был анекдот такой, да, поговорка такая. Анвар говорит, включает левый и правый поворотник, а едет налево. То же самое я могу сказать про нашего премьер-министра и про власть сегодняшней нашей. Они включили правый поворотник, а сами едут влево, налево. И это приведет к аварийной ситуации и уже приводит. Ну нельзя быть, понимаете, вот им самым в проруби, надо определиться или-или. Мы, армяне, изначально расколоты, изначально. Пашинян, в отличие от всех других президентов Армении, в начале своей деятельности, имел возможность сплотить всю армянскую нацию. И он не сумел сплотить. А нация, напротив, разделилась на черных и белых, как вы помните. Ведь руководитель нашей страны или партия, пришедшая к власти в Армении, она должна учитывать, что изначально этот народ расколот, ну как минимум на две части. На пророссийскую армяне, здесь прозападные армяне. И идеологически они в советское время разделялись. Сейчас, может быть, идеологии нет, но из-за противоречия государства враждуют они друг друга. Естественно, и армяне, проживающие там, занимают проамериканскую позицию, армяне, проживающие в России, пророссийскую позицию, и это нормально. И в этой ситуации, когда там 3 миллиона в России живут, и здесь где-то 2 миллиона с небольшим, говорить, что он защищает национальные интересы, извините, 3 миллиона в России – это не национальные интересы, их судьба не интересует армян, это наше руководство. Что с ними будет? Какой отношения к ним будет? А 100% на бытовом уровне, ведь, вы знаете, обязательно они будут страдать. Я не хочу говорить о государственном, на государственном уровне, хотя в прессе у нас звучит, что какие-то что-то там будет. Я говорю пока на бытовом, зная, как разговаривать обычно в этих условиях, зачем вы здесь, понаехали и тогда ли, езжайте, защищайте. И правильно говорят, сейчас говорят, может быть, вы и тоже ждете, что я сейчас буду критиковать Россию, да? Я не хочу критиковать, потому что слишком много критикуют и в Страсбурге, и в нашей прессе, очень много в соцсетях критикуют, Россию предателем называть и так далее, так далее. Почему руководство Армении такую позицию занимает? Во-первых, партия этих шагающих мальчиков и девочек, которые пришли к власти, у них идеология есть. Какую они идеологию предлагают армянскому народу? Дороги? Ах, да. В чем идеология? Вот мне это непонятно, понимаете? Уже об ориентации я молчу. Сегодня одно, то, то. Понимаете, он едет в Москву, уже изначально было понятно, что в Москве его не воспримут. Со своим, спасибо, Владимир Владимирович, понимаете, и со своим нестандартным внешним видом в сравнении с представителями, руководителем Среднеазиатских республик, да? Это все, конечно же, постепенно сказывалось. И возрастная разница тоже с теми, да? И эта политика, понимаете, вот он же начал с ОДКП, вот зачем надо было нам обострять отношения с ОДКП? Вот я, например, вот если есть у нас стратегический институт, аналитики и так далее, их у нас нет, хотя, еще раз говорю, или правовластные, или оппозиционные, нейтральных объективно мыслящих у нас мнения нету. И смотрите, ОДКП, там, значит, ведь туркоязычное государство. И обижаться на то, что казах, кыргыз не хочет против Азербайджана воевать, понимаете, это изначально было понятно. Зачем дразнить гусей, да? Грубо, извините за такое выражение. Зачем требовать от кыргыза казаха приехать сюда и стрелять в азербайджанцев? Он же этого не будет. И это правильно. И это уважать надо. И из-за этого обострять отношения сегодня со всеми среднезавиатскими государствами? Зачем было это? Ведь мы армяне в Средней Азии, извините меня, откройте интернет, армяне, казахи, армяне, кыргызы, армяне, узбеки, ведь хорошие отношения, добрые отношения были. И до геноцида, и после геноцида они нас приняли, и армяне там хорошо жили, даже государственные посты занимали, вплоть до министров, замминистров, и многих рукобизнес был, армян до революции, после революции и т.д. И мы сегодня ведь все это теряем. Мы настроили все среднеазиатские республики против себя из-за того, что мы обижаемся на ОТКБ, как невеста тогда. Вот. Зачем? Плюсы, минусы кто-нибудь анализирует? Надо было изначально ставить вопрос перед Россией. Вы наша союзная страна, давайте мы с вами будем разговаривать. Просим, убедительно просим, Владимир Владимирович, помогите мне, Николу Владимировичу. Понимаете? Бывает. Выйти из этой ситуации. Да. Тогда было бы понятно. А сейчас публично в Армении, в Европе критиковать Россию, великую страну, и ждать от нее, что она признает свою... Да никогда Россия не признает, если даже виновата. Понимаете? Россия ведь, президент России несколько раз предупредил, говорил, что я предупреждал, давайте это, давайте это, давайте это. Тут вопрос в другом, что, в частности, там по остановке войны и так далее, ведь не прислушались, ведь и опровержения не было, поэтому я склонен верить президенту России, раз такая ситуация. Еще нет, опровергайте, что да, Путин такого мне не говорил. Значит, Путин говорил, Путин предлагал. А как вы считаете, Леон Владимирович, президент Азербайджана неустанно повторяет, что вопрос Нагорного Карабаха закрыт? Вы с ним согласны? Это не президент Азербайджана говорит, это говорит руководство Армении, что вопрос Карабаха закрыт. Вот, это территория Азербайджана. Но есть и другие мнения, тем не менее. Понимаете, другие мнения, я согласен с вами, что несколько неправильно, вот это, если мы идем уже к делимитации и так далее, ведь Азербайджан ссылается на то, что не делимитирована граница, я что хочу, то и делаю, куда хочу, иду и так далее. Ну да, Починян тоже, Починян. Если так, тогда Карабах тоже не делимитирован, да? Тогда чей Карабах? Да, чей Карабах. Границы нету, если не делимитирован. Поэтому эта тема другая. Но важно то, что мы, понимаете, дурим свой народ. Просто по-настоящему дурим. Нельзя с народом так обращаться. Вместо того, чтобы схватить этот народ, народ, переживший геноцид, и мобилизовать, и решать свои общенациональные проблемы, да, экономику развивать, и трудовые места сам открывать, и чтобы люди действительно, приток был, притягательная была Армения для наших тех опанщиков, которые работают в России или в других странах. Ведь действительно, ну, не дело чести нам, армянам, когда наши там где-то-то асфальт делают на Дальнем Востоке или где-то еще, да? Не лучше бы они, чтобы работали здесь и приносили пользу своей стране. И защищали нас, понимаете? Вот, кстати, к ОДКБ я еще в 90-е годы неоднократно на разных уровнях предлагал, значит, в ОДКБ иметь национальные легионы. Вот, допустим, разве было бы плохо, если бы в России был бы национальный армянский легион, да? И в этой ситуации Россия отправляет не русского парня, а отправляет армян граждан России, там, 3 миллиона. Вот армянский, идите, защищайте свою историческую родину. Это было бы правильно. Это было бы и выполнение договорных обязательств и всего остального. И там были бы довольны, и мы были бы довольны. А сейчас, когда говорят о том, что почему русский парень должен погибать, я согласен. Ведь мы ничего не сделали. Мы взяли по одному звонку Алиева, сложили все оружие. Понимаете, это те хваленые ребята, склоняя колени, колени, сложили оружие на миллиард с лишним долларов. Это невиданно, это позорище. Я иначе не воспринимаю. Не то, что судить, сжигать надо таких предателей. Именно так. Как можно было? Вы понимаете, если бы из каждого из этого вида был бы уничтожен хоть один враг. Слушайте, азербайджанцы Алиева сожгли бы там на площади, в Приморском бульваре. Понимаете? Ведь не сделали. Уничтожили бы это. Сожгли бы это оружие. Зачем сдавать? Что танков? Это танковый полк. К сожалению, что там имело место быть. Танковый полк сдали. С танками, с современными танками. Модернизированными танками. Понимаете? Бои готовы. Ведь говорят, мы проиграли войну и так далее. Мы ведь не проиграли войну. И моему народу навязывают, вот мы проиграли. Мы слабые. Да мы не слабые. У нас потенциальные возможности есть. Мы просто... Говорят, что согласитесь, смиритесь со своей слабостью. С чем мы слабы? Пытаются навязать эту идеологию. Было ведь понятно, что та численность, которая в Карабахе должна была противостоять Азербайджанской армии, она должна была. И она была готова противостоять. Все было рассчитано. Ведь военное дело – это наука. Понимаете? Там сколько пуль, сколько снарядов, сколько ясен. Бумв на каждый квадратный километр. Это все рассчитывается. Не случайно солдат от солдата. Но там ведь было население. Наверное, были какие-то риски. Нет. Я как военный рассуждаю. Понимаете? Я говорю о том, что солдат от солдата лежит 6 метров от шасси до войны. Это же не случайно ведь. Потому что выпущенное количество патронов напротив. Плюс артиллерия, авиация, ракеты и так далее. Там живого места может не остаться. И Азербайджан против этих 25 тысяч должен был выставить армию 100 тысячную. Понимаете? А ведь они не 100 тысячными пошли. И прорвали там, где заранее было известно, что прорвут. Об этом я лично предупреждал Вагаршака Арутюняна, главного военного советника, нашего премьер-министра. За 14 дней до начала войны. Я готов это документально подтвердить. Войны 20-го года или последней? Понимаете? Ведь ничего не было сделано. Там ведь собрались руководители. Там был и министр обороны Закир Касанов. Там был Ильчангулиев. Там были несколько генералов. И так далее. Войсковой части 28-7. Городизе. Определили. Оттуда доложили своему главнокомандующему Верховному Баку. Что прорыв будет здесь. И прорыв сделали там, где планировали. Почему мы пошли этим путем? Выбором проигрыша? Это уже другой вопрос. Кто, чего, что. Я не согласен, что там вот эта комиссия работает. Она объективно ведет расследование по итогам войны и так далее. Объективно будет после того, как эта власть уйдет. И не думаю, что объективно будет, если старая власть придет. Я не сторонник старой власти. Я лично пострадал от карабахцев. На мое место был назначен... Я выжил. На мое место был назначен Карабахи. За полгода до моего ухода я уже знал о том, что в Карабахе разговор был. Сказали о том, что Степановна скоро сменит такой-то человек. Одноклассник Аркадия Лукасяна. Понимаете? Я не цеплял задолженность. Это другая тема. Но я к чему? Но я ничего не имею против карабахцев. Это наш народ. Это наши братья-сестры. И их защищать надо. И почему тогда вопрос, одни сегодня помогают, а другие не помогают, равнодушно созерцают. Это больно. Очень. Понимаете? И везде у нас обман. Даже в этом вопросе я стал... Начинал с фактами обмана. Понимаете? Обман, ложь у нашего народа уже становится брендом. Понимаете? Никто, Гарарарат, Коняк и гостеприимство. Наряду с этим у нас обман доминирует. И это видно. Это бабка, которая на улице продает пучок лука. И то там она пытается обмануть. Я уже не говорю о магазинах, всяких продуктах и так далее. Во всех сферах нас обманывают. Начинают с заправщика бензина, кончая кем хотите. Иван Владимирович, а тем не менее, что у нас в сфере делимитации? Пащинян в очередной раз уже, бог знает в каком, заявил, что мы готовы к делимитации по последним картам Генштаба СССР. Но, насколько можно судить, Азербайджан все эти карты не признает. Так что же это? Одни разговоры? Что произойдет? Уже два года. Во-первых, давайте начнем с того, откуда появилось мне алматинское решение. Понимаете? 30 лет идут переговоры, минская группа, президенты встречаются. Об Алмате никто ни слова ничего не говорит. И вдруг Алмата. Кто придумал эту Алмату? Тогда, когда я, будучи депутатом, вы понимаете, голосовал за ратификацию этого договора. Я себя полноценным человеком чувствую. Я что мог тогда, когда там была, значит, рукой Леона Терпетросяна, да, добавлено, что это не касается Карабаха. Потому что Карабах к тому времени, он уже самоопределился вполне со всеми советскими законами Конституции Советского Союза. Карабах был вне Азербайджана. Поэтому рассматривать сегодня, спустя 30 лет, что Карабах – это Азербайджан, я не воспринимаю. Понимаете? Это больно слышать. Это первая ошибка и так далее. Потом вторая. Почему карта 75-го? Кто дал идею карту 75-го? Я пограничник. Я считаю, что надо брать карту 26-го года. Без анклава, без ничего. Анклавы – это придуманы потом. Придуманы на уровне секретарей, райкома и так далее. Еще надо доказать эти анклавы, как в Азербайджане говорят, и наш пример повторяет, 8. Насколько они юридически обоснованно, это все созданы. Какие они проблему сделают, это другая тема. Это головная боль для командующих пограничниками того же Азербайджана, если такое и произойдет. Да, политически это им выгодно, чтобы очаги напряженности на разных, на 8 этих направлениях были. Но это может быть им выгодно, нам это не выгодно. Но для того, чтобы они полноценно существовали, там же они должны сами охраняться. Видимо, по периметру мы будем охранять пограничники. Вот изнутри сами азербайджанские пограничники. Каша будет. Ну, конечно, там очень много вопросов. А если нет делимитации? Пашинян, опять же, без устали повторяет, что признает территориальную целостность Азербайджана 86,8 тысяч квадратных километров. И ждет, что Азербайджан признает территориальную целостность Армении 29,8. Но без делимитации, опять же, откуда эти цифры? Ну, во-первых, когда он говорит 29,8, он уже туда англавы входят. Если так, с учетом советских расчетов, да, площади Армении на советский период. 28,9 это как раз с англавами. То есть он имеет ту, советская граница должна быть делимитирована и демаркирована. Он это имеет в виду. Но Азербайджан же до сих пор молчит. Почему молчит? Как можно было заранее сказать, что Карабах – это Азербайджан? Как можно было назвать цифру, что я признаю, территорию 20,86, чем-то тысяч и так далее? Зачем было это делать, когда ты не знаешь мнение противоположной стороны? Куда, зачем спешить, куда? Я тогда в тот раз в вашей передаче очень твердо сказал, что мирного договора не будет. Если даже будет, мира не будет. Ну вот сейчас, кстати, про мирный договор очередной раз Пащинян готов и будет подписать до конца года. Как можно подписывать мирный договор, когда проблема существует? Недоверие народов есть. Понимаете? Мы должны смириться, что 120 тысяч арцарцев вышли, приехали сюда, и там 140 тысяч сейчас будут жить азербайджанцы? А где мир? Понимаете? После этого Пащинян еще в Страсбурге верит Европе? Как можно верить Европе? Понимаете, вот помните коронавирус, когда распространился раз, а до этого, когда очень мигранты хлынули в Европу? Вспомните, каждая страна, которая, Штенгенская зона, да, это страна, они ведь до этого не охраняли границы между собой. Они тут же начали охранять, выставлять пограничные войска. Помните? А где гарантия, что сейчас при малейшем этих самых пошатнениях эти государства опять не будут сохранять свои границы? И каждая страна будет свое мнение выставлять. И не будет того единства в отношении Армении. Да, они хлопали, аплодировали и так далее. Приятно было слушать, смотреть, да? Но в итоге что? В итоге что? Думаете, Франция нам даст ровно столько оружия, которое будет способно нас защитить? Оборонительное оружие. Да, нам и не надо наступательное. Оборонительное, под оборонительное, знаете, наступательное оружие тоже обороняет, оборонительное тоже обещает. Тут связка слов, это другой вопрос. Но то, что делимитация, демаркация между этими государствами должна произойти, вот. И вопрос Арцаха должен каким-то образом быть решен. Вот, если оцелится мир, нормальный мир, они, вот, после этого конфликта мир может быть очень быть изменен. Я еще раз говорю, мы сейчас закончим передачу, может быть, там другие, уже в другой ситуации окажемся. Вполне возможно. Сейчас предсказать что-либо нельзя. Вот, поэтому надо ждать решения этого вопроса. И пока на Ближнем Востоке это происходит, мы не можем мирный договор подписывать. Вот, надо ждать, что произойдет. Потому что, если с Ираном плюс или минус, да, вот, от плюса другая ситуация будет, от минуса другая ситуация будет. Вы понимаете, что Азербайджан будет поддерживать Израиль? Если Иран нападет на, самое, начнет атаковать Израиль. А Иран будет атаковать? Иран вынудили атаковать? Что будет делать Азербайджан? Отказываться от Израиля. От союзника. А я склонен, думаю, что откажется от Израиля. Там Азербайджан будет там, где Турция. Понимаете? У Азербайджана свои взгляды на Иран. И Турции свои взгляды на Иран. Понимаете? Тут их мнение, где-то они стыкуются с Израилем, а в данной ситуации они против, самое, Израиля. Израиля, как мусульманский фактор. Если учитываем, они против Израиля, а если учитываем геополитику и будущее, они против Ирана. Потому что там 28 миллионов азербайджанцев в Иране. В Азербайджане не скрывают, что мы скоро будем... Но, наверное, решать будет Турция, как старший брат. Я не думаю, что Турция будет решать. Ситуацию с Азербайджаном хочу, решение Азербайджана. Скорее всего, понимаете, есть Китай и Индия, которых пантюркизм не устраивает. И это мощные страны. И нельзя недооценивать роль Китая и Индии в этой ситуации. Я имела в виду позицию Азербайджана будет определять Турцию, а я это имела в виду. Несомненно, несомненно. Они же сказали, это два народа, один народ, два государства. И этот девиз у них поддерживается. Они уже, в принципе, армия у них, объединенная армия. Вот сейчас иначе чего они проводят под нашим носом учения. Вы думаете, случайно это учение проводят? А для чего сейчас им эти учения? Я думаю, что со взглядом на развитие ситуации на Ближнем Востоке, Ирана-Израильская проблема. Они будут решать, или там, или здесь. Определяться. Да, конечно. Вы, наверное, заметили, изменилась как-то риторика Алиева по Зангизурскому коридору. Вот вчера он заявил, ну, не дословно, но примерно, что ожидают от нас военных действий, а мы в Зангизур войдем на легковых машинах. Это просто слова? Вы знаете, по-моему, греки говорили, да? Если турок говорит о мире, значит, быть в войне, да? Быть в войне, да? Вот. Я не верю. Что он имеет в виду на машинах? Может быть, как они на машинах сейчас заехали в Карабах, так они заедут в Зангизур. Понимаете? Возможно. Они перекроют кислород, да, в зависимости от событий в Иране, перекроют кислород, и по народу идет, и они опять туда зайдут на своих этих машинах легковых. Как он говорит? Может быть, он и правильно говорит. Понимаете? Чего мне не хочется верить, и я не думаю, что наш народ так легко уступит Зангизур. Вот. Там будет бойня, если такой пойдет, и кто больше людей потеряет, это еще вопрос большой, потому что рельеф местности, он оригинален и способствует хорошему сопротивлению. Там то, что нашему народу внушили, что беспилотников против беспилотников нет силы, неправда. Вот война в Украине и война вот сейчас в Израиле показывают, что не беспилотники решают судьбу, проблему. Вот. И мы можем сопротивляться, и будем сопротивляться. И я знаю, что такое доминирует мнение у подавляющего большинства населения. Зангизур это будет с Артарапатом мощным. Сегодня армянские пограничники в сложной ситуации. Какие основные проблемы? У армянских пограничников, во-первых, вы знаете, все мои расчеты говорят о том, что Армения своими силами границы свои, около 2000 километров, да, 1900 с чем-то, не в состоянии будет охранять. Не в состоянии. Будет в будущем? Не смог. Поэтому сейчас на границе с Турцией и Ираном стоят российские пограничники. И Зангизури там, ой, где пограничники, да, пограничники, ВСБ России. И, кстати, недавно, кстати, Артак Зайнальян, да, который избрался... Старейший. Депутатом, да, мерил. Вы понимаете, я от кого, от кого, от него никак не мог ожидать. Я его уважаю, я его давно знаю, что договор по 102 базе и по пограничникам, подписанный в 92-м году, это ошибочно. Это была ошибка. Я склонен отказаться от этого, не поддерживать его. Я бы ему предложил, пусть он возьмет проект этих договоров, где стоит подпись Вазгена-Саркисяна и подпись моя. Мало того, мы еще в парламенте, как депутаты, ратифицировали эти договора. Понимаете? Если он однопартидец брата Вазгена-Саркисяна, он выступает против брата Вазгена-Саркисяна. Против самого Вазгена. Понимаете? И нелогично несколько. Это раз. А во-вторых, это не ошибка. Мы просили Россию, просили, и это большая тема, Россия хотела уйти отсюда. Это факт. Однозначный факт. Я тогда был военкомом республики. Почему я пошел на погранвойска? Это была одна из причин, чтобы связать вот этот узел, понимаете, контакты с российскими погранвойсками, руководством как бы освежить и определиться. Просил Леон Тарпетерсян, просил я, просил Вазгена-Саркисян. Российские погранвойска должны остаться. Россия не хотела. Россия, понимаете, Россия уже уходила, уже вещи собирали. Взворкнулся, они ушли. Я их вернул. Они со своей мебелью, со своими вещами и так далее. На границе они всех офицеров грамотных, подготовленных и так далее убрали. В первую очередь технику убрали. Там мало кого оставалось. Но с приходом генерала Николаева на должность командующего погранвойсками России... В каком году? В 1993 году. Все стабилизировалось. А потом Зейнолен забыл, наверное, о том, что в 1992-1993 году Турция напрямую угрожала Армении. Понимаете? Потому что Россия, Россия, да, Россия, говорят, не поддержала, предала. А почему вы не говорили, что Россия нам помогает тогда, когда мы брали Зангелан, Физули, Джабраил, Кельбаджар, и Турция молчала? Да? Потому что над нами крыша была российская. Вы же думаете, Сулейман Демирель простил бы нам вот эти действия, если бы не давление России, не влияние России, не поддержка России. Поэтому там быть благодарным, здесь быть неблагодарным через годы, то, что промежутка произошло, вините сами себя. Давайте винить сами себя будем. Не надо валить на других. Понимаете? Мы ошибка с нашей стороны. Мы не смогли поддержать нормальные взаимоотношения. Я сказал, вот ЭКП, это само собой там испортили отношения с мусульманскими туркоязычными государствами, с которыми, в принципе, были у нас хорошие отношения. Вот, я помню, Леон Тарпетерсиан, как их отношения был, у нас они все были. Кстати, я тот раз говорил, что президент Кыргызстана, единственный руководитель туркоязычных государств, который возложил цветы, у нас Цисарна Габерти, музей геноцида. Понимаете? И Ниязов бывал у нас, у нас были Керимов, все президенты были. Понимаете? Назарбаев бывал, где-то дали. Другое дело, какую они политическую позицию занимали, это, ну, то, что они, контакты были нормальные. А где сейчас эти контакты? Почему их нет? Почему они испортились? Мы теперь что, будем ждать, кто к нам будет приезжать из Европы? А кто из Европы вообще за эти годы приезжал? Где руководители каких, кроме Франции? Что, премьер-министр Англии был, Германии был. Кто был? Ведь это о чем говорить? Ну, вы говорите, что сегодня пограничники армянские не справятся с охраной границ. Я к этому иду сейчас, да. Пограничники не справятся не только по численности. Подготовки, наверное, нет соответствий. Совершенно верно. Их сейчас мало. Внутренних войск больше, чем пограничных войск. На сегодня у нас в Армении. Что значит иметь армию и погранвойска в этой маленькой стране? Я еще раз подозреваю своим расчетам. 75% нашей армии в перспективе будет в погранвойсках. Это в какой перспективе? В долгосрочной? Если наступит мирное время. Мир. И мы будем вынуждены охранять границу. Мы свои людские ресурсы, призывные, пойдут в пограничные войска. Другая проблема, что как надо готовить погранвойска? Какими они должны быть? В мирное время пограничники, военное время мотострелок? А те 25% это будут артиллерия, танки, авиации и так далее. Внутренние войска. Нет. Я сказал 75% армии будет в погранвойсках, а 25% будет армии. Наоборот, как сейчас. Местами поменяются по численности. Но поскольку армия будет востребована, эти погранвойска должны быть подготовлены по какой-то особой программе. С тем расчетом, чтобы в мирное время они служили на границе, в военное время могли перестроиться, стать армейскими частями подразделениями. И готовыми к этому, подготовленными к этому. Вот о чем речь. Сегодня, кстати, насколько я знаю, завтра в Армении состоится состояние совета командующих погранвойсками страны СНГ. Куда приедут командующие пограничных войск страны СНГ. Сюда. И будут обсуждаться какие-то проблемы. Может быть, там армянская сторона какие-то вопросы будет с ними обсуждать. Но это традиционная встреча. Недавно они были в Баку. Сейчас эта встреча здесь происходит. Погранвойска нуждаются в училище. Погранвойска нуждаются в подготовке кадров. Погранвойска нуждаются в материально-техническом обеспечении. Понимаете? Причем в современной технике. Вот эти, смотрите, азербайджанцы, наиберян, грузины, турки, дроны. Он, наряд, пограничный наряд приходит на пост, поднимает дрон и смотрит. Тепловизоры, у них там и так далее. Они наблюдают и сворачивают, и уходят. Другой наряд приходит этими аппаратами, смотрят. А у нас нет таких возможностей. И есть то минимум. Не в том количестве. То есть серьезные средства. Современные средства охраны границы надо применять. Это старая вот эта колючка с инвестиционной системой. Понимаете, что такой-то участок сработал, и застава в ружье, и бегом пошли. Немножко не срабатывает. Не то время. Вот как армия. Вы автор книги «Государственная граница». Сейчас перед нами еще одна книга. Эта книга я не случайно взял. Я к тому, что в этой книге изложено... А когда называется? Покажите, пожалуйста. Она называется «Персебиение генерала Армении». Здесь новейшая история Армении. Переплетение с моей биографией. Но я там попытался, значит, коснуться нескольких таких внутрополитических проблем. Тех справедливых, несправедливых ситуаций, о которых мы говорили. Поэтому я эту книгу взял. К сожалению, эта книга была издана до войны. Буквально за несколько дней до войны 20-го года. Вот здесь нету событий военных. Но есть Первая война, есть послевоенный период и многие другие проблемы. Интересная книга. А наше эфирное время подошло к концу. Спасибо вам за интересную беседу. Спасибо большое. Передача по факту завершена. С нами был генерал-майор пограничных войск, первый военком Республики Армения, командующий пограничных войск до 2003 года, Ливон Степанян. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова